приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про 56 тп но вначале покажу вам трех победителей по 500 золота из прошлого видоса если вы играете на рубай регионе под этим видео тоже оставляйте комментарии в конце никнейм если хотите участвовать в розыгрыше золота но мы переходим 56 тп с 11 августа по 21 августа в клиенте игры можно под кнопкой в бой нажать на боевой пропуск там появится у нас 4 главы справа у нас будет дополнительная 4 глава которую можно выбрать и если пройти ее до конца а в ней 50 уровней можно попутно на каждом уровне получать награды а в конце нас ждет 56 тп в виде главной награды если у вас еще и улучшенная 4 глава будет куплена за 2 500 золота или за 80 тысяч с хвостиком свободки то вы еще получите стильно этот танк ну и на каждом уровне еще больше наград чтобы получить этот танчик бесплатно нужно каждый день проходить 5 уровней боевого пропуска таким образом за 10 дней мы выполним все 50 по времени это очень затратное мероприятие если вы заранее не подготовили на каждом уровне очки так чтобы они почти заканчивались чтобы активировал эту главу сразу подобивать их и получить бонусные очки за завершение на каждом танке то это будет долго но для этого нужно еще и много танков чтобы у вас в ангаре стояла с 6 по 10 уровень также если еще докупить улучшенную главу 4 у нас появится возможность докупить уровне за 250 золота каждый уровень этой дополнительной 4 главы 50 уровней будут стоить 12 500 золота теперь давайте поговорим про сам танчик этот марафон называется песня о зубре или дополнительная голова 4 называется песня зубре не суть важно вот так выглядит зубр что схожего между настоящим зубром и вот этим ведром которые мы видим на экране я честно говоря не знаю польские инженеры на салфетки нарисовали эскиз какого-то такого танчика наши замечательные разработчики воплотили его в нашей игре при создании этого танчика за снова взяли корпус от среднего танка что-то там с ним подделали чтобы он подходил под большие массы видимо ногой ему по корме постучали и в принципе нормально также еще разработчики этого танка вдохновлялись т-54 ну я прям на этот танк смотрю сразу т-54 один в один в итоге давайте разберемся с параметрами этого танка стоит ли вообще столько заморачиваться ради этого тратит либо свое время каждый день много там чуть ли не по четыре часа чтобы пройти этот марафон бесплатно либо стоит ли тратить на него золото либо деньги сейчас разберемся сначала посмотрим его броню услышал предысторию что взяли корпус от среднего танка и вдохновлялись с тэшкой мы понимаем что брони здесь скорее все немного и давайте в начале посмотрим на эту броню лоб корпуса 80 миллиметров борт 80 миллиметров лоб башни 200 миллиметров о чем вообще идет речь какая броня да за счет щучьего носа внешняя щека будет рикошетить под определенными углами будет рикошетить даже борт но это все равно 80 миллиметров и когда дальняя щека рикошетит то ближняя пробивается еще легче в этих щучьих носах также еще во лбу башни в маске и даже в щеках 200 миллиметров только по краям башни там можно найти много брони но туда снаряд полетит скорее всего случайно кто будет туда специально стрелять также у нас еще лючок 100 миллиметров в итоге приходим к выводу что броня у нас реально что-то на уровне среднего танка но наверное у нас остальными параметрами все в порядке мы ездим наверное очень быстро как средний танк и пушка она стабилизированная дпм на и голдой пробития наверное очень много но переходим к остальным параметрам видим что стабилизация плохая из комфорта стрельбы у нас только увы на 9 градусов вниз вверх орудия поднимается на 20 градусов с этим все в порядке но вот стабилизация она плохая реально точность 034 сведения 2 и 3 вот сведения хорошие пробитие основным снарядом 221 тоже все в порядке то есть пофармить серебро в топе вполне себе возможно но вот пробитие специальным снарядом 252 и это подкалибер это ужасно зачем вообще нужен подкалибер 252 когда у нас ббшка 221 это загадка вдаль таким подкалибером точно стрелять почти бессмысленно разве что заряжать его вблизи пострелять чтобы хоть чуть-чуть пробития было больше так у нас еще и дпм 1613 с таким дпм а можно только врагов смешить у нас просто альфа 390 это обычная альфа для тяжа 8 уровня ничем не примечательная никак не удивляет так и дпм не то что не удивляет а просто разочаровывают броня тоже разочаровывают ведь тяжелые танки почему у них там дпм может быть похуже или точность не очень потому что они могут вытанковать врага где-то там зажить лишний выстрел и попутно стреляя во врага своим корявым орудием но здесь орудие реально корявая за стабилизация но вот вытанковать мы ничего не можем пробивается этот танк крайне легко и даже многие фугасницы которые подобавляли за последние годы будут нас пробивать на ура плюс еще у нас очень огромный корпус он и длинный и широкий из-за чего играть от башни хоть и девять градусов у нас есть очень тяжело поскольку корпус постоянно торчит он выезжает чуть ли не раньше чем мы на несколько дней умаститься где-то так чтобы корпус не торчало торчал одна башня не так уж легко но наверное наш танчик быстрый но и тут у нас какие-то проблемы удельная мощность 14 максималка вперед 38 назад 12 кажется или 14 я точно не помню это вроде на европе 14 а у нас 12 на европе танчик получился чуть быстрее динамичнее и вперед у них 40 у нас 38 и удельная мощность 16 у нас 14 танчик откровенно говоря слабый но почему-то его еще и понерфили обычный обзор у нас еще 380 и по сути в этом танке не за что зацепиться обычная альфа кривая стабилизация все плохо у нас мобильностью броня у нас вообще в принципе как у среднего танка из этого можно сделать вывод что если у вас есть сильно имбовые танки этот танк вам не нужен вообще если у вас вообще никакого танка нету и вы этот получите бесплатно но на бэшках аккуратненько можно чуть-чуть пофармить но нагибать вы точно не будете даже если вы хороший игрок какой итог вообще что с этим танком делать а чего не стоит ну во первых я думаю что если вы этот марафон пропустите или не успеете ничего страшного не произойдет во первых это не самое важное в жизни занятие во вторых танк интересным назвать тяжело он мягко говоря невзрачный не интересные у него нет никаких не фишек ничего он ни в имбовые не сильный в нем ничего нет интересного даже стиль который у нас дается за улучшенную главу мне он вообще не нравится я даже не пойму это типа якобы 3d стиль или просто камуфляж но когда надеваешь этот невероятный стиль зубра просто пулеметик на башню вперед разворачивается вот это да а из камуфляжа у нас просто узорчики на танчики нарисовали одноцветные это самый наверно бездарный стиль за все марафоны которые я видел и танк в целом красивым я тоже назвать не могу если вы просто играете в игру и получите его бесплатно от того что просто играли по кайфу и не напрягались ну можно его оставить если у вас мало прим танков по фармить на бэшках либо просто пусть пылится если он вам и не нужен стоит и стоит есть не просит либо можно будет сдать его в трейд-ин если он нафиг вам не нужен но вот чего не стоит делать это явно это прям упарываться ради него играть через силу много точно не вижу смысла и заносить бабки за этот танк я не пойму зачем либо оставляем его пускай пылью покрывается либо ждем пока его апнут потому что я вообще не знаю зачем его понерфили видимо что потом может апнуть в тоже состояние в котором он и был и сказать вот мы танчика исправили но он все равно будет невзрачный как минимум у него должна быть стабилизация хорошая как максимум он должен еще ездить если еще и броня в маске будет это будет тогда хороший танк а так этот уфта какая-то у меня времени проходить марафон не было танчик показать вам хотелось поэтому я 5 уровней прошел остальное за 11 250 золита закинул вам танчик показал три боя на нем скатал мастера получил больше на нем играть я не буду если его не апнут это что касаемо меня также у этого танка есть еще одна фишка их же так много в этом танке стиль который на этом танчики есть он дает еще испытание боем в течение 110 дней с момента запуска главы вам будет доступна простая ежедневная задача с ценными внутриигровыми призами насколько я помню 29 ноября заканчивается это испытание боем и каждый день можно фармить ресурсы за это задание а ресурсы там абсолютно рандомные там есть и дни танкового прем аккаунта оборудование первого класса досылатель вентиляция турбина боны от 15 до 500 кредиты от 15 тысяч до 200 тысяч свободка от 150 до 20000 также резервы к опыту кредитом к свободке различные инструкции ну и куда же без расходников ремка аптечка огнетушитель но смотришь на эти шансы которые есть в табличке чаще всего будут выпадать кредиты чуть-чуть свободка чуть-чуть и боны чуть-чуть это то что будет чаще всего выпадать после этого будут падать инструкции что-то массивное будет выпадать с вероятностью один процент вспоминаю как я на корочу не фармил золото понимаю что это не то чем хочется заниматься еще один танк на котором нужно ради какого-то мусора каждый день выполнять какую-то там задачку ну а стиль который дает эту задачу просто главное чтобы он был на аккаунте можно танк даже на его не надевать по крайней мере так написано на мой взгляд если этот танк не апнут он вообще не нужен и про него забудут буквально на следующий день после окончания марафона вот в принципе все пишите в комментариях свое мнение как вам данный зубр какие у вас планы на этот марафон с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки не забывайте писать никогда и мы в конце комментарий если вы играете на рубай регионе если хотите участвовать в розыгрыше золота также золото еще можно получить за просмотр стримов на вк play life всем удачного дня